Цель пытки – пытка, говорил Орвеллский чекист О'Брайен в комнате 101. Примерно ту же мысль доносил до своей жертвы Тревор Филлипс в GTA V. Эта идея простая и даже банальная сама по себе, каждый раз пробирает до мурашек, когда сталкиваешься с ее подтверждением в реальности. В неделю, проведенную на Нижегородском спецблоке, моим единственным сокамерником был Андрюха, местный мужик из депрессивного рабочего района с татарскими корнями и мусульманской верой. Последняя и стала поводом для нашей встречи в таких специфичных интерьерах. Уже к 30 годам половина его старого окружения либо спилась, либо сидела в тюрьме, либо и то, и другое. Он же в какой-то момент решил вырваться из среды и пойти другим путем. Занялся самообразованием, увлекся чтением исторической и научно-популярной литературы. Стал учить языки, а заодно разбираться в вопросах религии. Его участие в дискуссии в тематическом телеграм-чате легло в основу обвинения по статье об оправдании терроризма. Андрей оказался очень общительным человеком и интересным собеседником. Мы говорили много о науке и политике, о воле и о тюрьме. Как-то речь зашла о пытках, и я сказала, что пытаются сейчас чаще всего на этапе следствия в самом начале, особенно если дело ведут фейсы. «Я знаю», — ответил он. Говорить об этом обычно многословному и шумному здоровому взрослому мужчине было тяжело и неприятно. Коротко, они не хотели ничего. Им не нужны были ни показания, ни явка, ни соглашения о сотрудничестве. Они, в общем-то, не задавали никаких вопросов, а пальцы на руках до сих пор не чувствуют ничего. Подогнал Андрюхе таблеток. Успокоил. Его пальцы работают, нервы должны восстановиться. Сам проходил, знаю. А ублюдки рано или поздно найдут свое. Но мы, вероятно, так и не поймем, что ими двигало.